Белорусские калийные удобрения на индийские поля, а белазы на индийские карьеры. Итоги визита одной из самых влиятельных женщин-политиков Индии в Беларусь. И физическое совершенство в позе лотоса. В эфире программа «Реальная дипломатия» и я ее ведущая Ольга Куришко. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы «Индия». Эту страну называют колыбелью мировых религий и родиной шахмат. Здесь коровы свободно расхаживают по улицам городов, ведь они священны. Более одного миллиона индийцев – долларовые миллионеры, в то время как около 35% населения страны живет за чертой бедности. В Индии 18 официальных языков, но только два государственных – индий и английский. Поэтому из-за языкового барьера, даже живя в соседних штатах, многие индийцы не понимают друг друга. Многие жители Индии верят в реинкарнацию и даже заключают браки сразу на семь жизней. Кто проложил морской путь из Европы в Индию и почему эту страну называют страной неизвестных рекордов в дайжесте наших корреспондентов? Индия – светское государство в Южной Азии. Оно граничит с такими мировыми гигантами, как Китай и Индонезия. Индия занимает седьмое место в мире по площади территории и второе по численности населения. Сегодня в стране живет более миллиарда человек. Индийские земли называют колыбелью мировых религий и родиной шахмат. За последние 10 тысяч лет эта страна не захватила ни одной территории. Название Индии произошло от персидского имени реки Хинду. Древние греки называли жителей этих земель людьми Инда. Расцвет индийской цивилизации начался в 2600 году до нашей эры. Тогда в долине реки появились первые в мире города из кирпича с многоэтажными домами и системой канализации. Морской путь из Европы в Индию проложил португальский путешественник Васка Дагама. Во второй половине 19 века эта страна из богатейшего в мире государства превратилась в колонию Британской империи. А в 1920 году здесь развернулась борьба за независимость. Революционное движение возглавил духовный наставник индийского народа Великая Душа Махатма Ганди. Через 27 лет индусы и мусульмане отвоевали Индию у колонистов. И теперь каждый год 2 октября вся страна отмечает день рождения Великого Апостола XX века. За свою суверенную историю Индия пережила четыре войны со своими соседями. С Китаем споры за границей не разрешен до сих пор. А с Пакистаном Индия трижды воевала за спорные территории штата Кашмир. Сегодня Индия член ядерного клуба азиатских держав. Первые подземные испытания ядерного оружия прошли здесь в 1974 году. Сегодня Индия – 12-я экономика мира. 60% трудоспособного населения работают в сельском хозяйстве, около 30% в сфере услуг и более 10% заняты промышленным производством. Основные торговые партнеры Индии – это Соединенные Штаты, Европейский Союз и Китай. Современная Индия ощущает дефицит энергоресурсов. Государство занимает шестое место в мире по потреблению нефти. Горячая вода здесь тоже роскошь. В хостелы ее каждое утро привозят в бочках. В дорогих гостиницах установлены нагревательные бойлеры. Возможно, поэтому в Индии живет самый грязный человек в мире. Кайлаш Синг не моется уже 38 лет. Несмотря на большое количество миллионеров, около 30% индусов живут за чертой бедности, тратят не более 2 долларов в день. Индия – страна неизвестных рекордов. Здесь была изобретена самая большая единица времени – Калпа. Эта цифра примерно равна 25 миллиардам лет и обозначает время от рождения Вселенной до ее полного уничтожения. Число Пи впервые вычислил индийский ученый Будхайян. В VI веке он проводил такие математические действия, которые сейчас во всем мире известны как теорема Пифагора. Алгебра и тригонометрия также пришли к нам из Индии. Квадратные уравнения были созданы еще в XI веке, а самым большим числом, используемым только в Индии, стало 10 в 53 степени. Туризм – важная отрасль экономики страны. В прошлом году Индию посетило более 7 миллионов туристов. Туристическая виза стоит 50 долларов. Большинство иностранцев, которые приезжают в Индию, это американцы и англичане. Индия интересна и своей кухней. Специи и острые приправы встречаются в любом национальном блюде. Во многих маленьких ресторанчиках нет меню, поэтому посетители заказывают те блюда, которые знают. Самое популярное лакомство в Индии – это гора риса с несколькими соусами на банановом листе. Алкогольные напитки продаются здесь только в специализированных магазинах и ресторанах. Для Беларуси Индия – один из важнейших торговых партнеров в Азии. В прошлом году объем торговли между странами приблизился к отметке полмиллиарда долларов. Успешными стали совместные проекты в энергетике, электронике, сфере программного обеспечения. По оценкам экспертов, в ближайшие несколько лет товарооборот может вырасти до 2 миллиардов долларов. Недавно нашу страну с официальным визитом посетила одна из самых влиятельных женщин-политиков Индии, спикер Народной палаты парламента, мэра Кумар. Белорусские флаги в Дели поднимали дважды. Впервые в сентябре 1997-го, а затем в апреле 2007-го года. Тогда президент Беларуси встретился буквально со всем высшим руководством страны. Итоги переговоров – подписание совместных деклараций и пяти межправительственных соглашений. Индийского потребителя интересует белорусское стекловолокно, азотные удобрения, дорожная техника, подшипники и интегральные микросхемы. Что касается импорта из Индии, то оттуда в Беларусь поступают лекарства и фармацевтические субстанции. Каждый пятый зарегистрированный в нашей стране препарат индийского производства. Также в Индии мы покупаем натуральный каучук, табак, посудомощные машины, рис, кожу, чай и пряности. Однако пока товароборот между нашими странами не на столь высокой отметке, как хотелось бы. По итогам прошлого года – 494 миллиона долларов. Исправить ситуацию и расширить экономические возможности двух стран хотят и в Индии. Этой весной в Беларусь с официальным визитом посетила спикер Народной палаты парламента Индии Мейра Кумар. Для меня большая честь посетить Республику Беларусь. Я полагаю, что для меня, я весьма польщена тем, что имею возможность встретиться с вами сегодня. И сегодня я передаю приветствие и мое лучшее пожелание от президента, премьер-министра и народа Индии. Беларусь и Индия традиционно поддерживали теплое и сердечное, дружественное отношение, которые под вашим руководством еще более усилились. Адвокат и бывший дипломат Мейра Кумар сегодня руководит Нижней палатой Индийского парламента. Поэтому одной из главных целей визита была встреча с белорусскими парламентариями. Это первый визит Народной палаты парламента Индии в Республику Беларусь на столь высоком уровне. И мы благодарны вам за то, что вы нашли возможность посетить нашу страну с официальным визитом. И я уверен, что ваш визит сыграет очень большую роль в развитии наших межпарламентских отношений и в укреплении дружбы между народами Беларуси и Индии. По дороге из аэропорта мы видели и возделанные поля, и сельскую местность, и столичную архитектуру. И все остались впечатлены тем, в каком состоянии вы поддерживаете землю, на которой живете, и свой город. Мы видели, что страна действительно благословенна и прекрасна. Это красивая страна, где живут красивые люди. После переговоров стороны подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Этот документ пополнил уже существующую договорно-правовую базу. В ноябре прошлого года Индию посетила представительная белорусская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мясниковичем. Тогда многие индийские бизнесмены захотели участвовать в наших проектах. Одно из направлений – дорожное строительство. Местные автомобильные дороги Индии – это 3 миллиона километров, а скоростные автомагистрали, по которым переводится почти половина всех грузов, не дотягивают и до 70 тысяч. Поэтому индийская сторона заинтересована в покупке дорожной техники и открытии сервисных и дилерских центров белорусского Амкадора. И, наконец, машиностроение. Для добычи полезных ископаемых, а Индия – мировой лидер по добыче алюминия, меди, марганца и бокситов, с успехом покупают карьерную технику БелАЗ. В связи с тем, что правительство Индии переводит все автомобили на дизельное топливо, это подогреет спрос и на продукцию минского моторного. Я был бы очень признателен, но это мы уже в процессе, наверное, переговоров, содействовать ряду вопросов, которые, ну, в определенной степени негативно влияют на развитие наших отношений, я имею в виду экономических отношений. Но в первую очередь мы будем очень признательны, если вы будете рекомендовать нам определенные компании, с которыми нам лучше выстраивать экономические отношения. Потому что вы страна большая, и мы иногда очень много времени тратим для того, чтобы найти надежного партнера на те или иные проекты. Все большее количество стран с интересом посматривают на таможенный союз и единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана, видя в нем не только многомиллионный рынок, но и эффективное связующее звено между Европой и Азией. В связи с этим заслуживает внимание идея возможности заключения договора о зоне свободной торговли между таможенным союзом и Индией. Эта тема также обсуждалась на переговорах в Минске, и она наверняка найдет свое продолжение будущей осенью, во время визита в белорусскую столицу индийского лидера. Наталья Кузьминская, Реальная дипломатия. В мае Беларусь посетила правительственная делегация Индии во главе со спикером Народной палаты парламента. Пожалуй, главным тезисом переговоров стала возможность заключения договора о зоне свободной торговли между таможенным союзом и Индией. И вот с нами в студии начальник управления Азия, Австралия, Ани и МИД, Беларусь Андрей Гринкевич. Андрей Михайлович, здравствуйте. На какой стадии сейчас переговоры? Здравствуйте. Хочу отметить, что визит спикера парламента Индии явился продолжением состоявшегося в ноябре прошлого года визита премьер-министра Республики Беларусь Михаила Владимировича Мясниковича в Индию. В ходе визита в Индию был проведен ряд важных мероприятий, которые, безусловно, содействовали активизации всего спектра наших отношений. Индия проявляет активный и серьезный интерес к заключению соглашения о зоне свободной торговли с таможенным союзом Беларуси, России и Казахстана. Беларусь выступает в поддержку, потому что такое соглашение отвечает нашим интересам. В настоящее время создана рабочая группа в рамках таможенного союза, которая изучит целесообразность и заинтересованность всех стран-участниц в начале и в продолжении переговоров с индийскими нашими партнерами. А чем Беларусь интересна Индии как отдельная страна, не в составе таможенного союза? Наши отношения развиваются давно и плодотворно, еще со времен Советского Союза. Индия знает и Советский Союз, и Беларусь, и высоко оценивает помощь и поддержку, которая на протяжении многих лет оказывалась. Сегодня, безусловно, Индия является, вы знаете, второй по численности населения, и согласно прогнозам аналитиков, к 2020 году она может войти в пятерку наиболее развитых, наиболее динамично развивающихся стран мира. В настоящее время рост валового внутреннего продукта Индии составляет порядка 8%. То есть при том уже имеющемся потенциале, такое развитие, безусловно, открывает огромные перспективы для многих стран, и в частности для Беларуси. Наше сотрудничество развивается активно по многим направлениям. На данный момент у нас товарооборот близок к миллиарду долларов. Мы уйдем дальше. Это не предел. У нас есть все перспективы и все основания для существенного наращивания этого товарооборота. За счет чего? В первую очередь Беларусь активно поставляет наши удобрения. Индия все-таки в значительной степени аграрная страна, и потребность в удобрениях огромная. Не исключено создание производства комплексных удобрений, в частности в Индии, что также отвечает интересам наших обеих стран. Сейчас, поскольку Индия аграрная страна, безусловно, наша сельскохозяйственная техника пользуется определенным спросом в Индии, хотя мы видим и ощущаем нарастание конкуренции со стороны производителей сельскохозяйственной техники как из собственных стран региона, так и со стороны Европы и Северной Америки. В этой связи, безусловно, мы заинтересованы как в наращивании экспорта, так и в создании кооперационных связей. Все мы знаем, что Индия известна в мире, в частности, своими разработками в области медицины, в области электроники. Индийские программисты высоко котируются в мире. И здесь мы не конкуренты, а здесь мы также могли бы реализовать ряд совместных проектов. Безусловно, они уже и реализуются, в частности, в областях как высокотехнологичных, так и в медицине, в инженерно-технических сферах. Что касается иных направлений сотрудничества, то индийские студенты, заинтересованные в обучении Беларуси, в получении белорусского образования. И это не исключение практически все страны региона, заинтересованные в направлении своих молодых людей для получения образования в Беларуси по определенным специальностям. Наибольшей популярностью пользуется медицинская специальность. У нас недорого и очень высокое качество. Индийский бизнес заинтересован? Да, заинтересован. У нас уже реализуется ряд инвестиционных проектов. В частности, крупная индийская компания осуществляет строительство теплоэлектростанции в Гродно. И инвестиции составляют более 55 миллионов долларов. Большой интерес у индийского бизнеса к инвестированию в ряд объектов Беларуси, в частности, в наш Беларускали. Индийские компании заинтересованы в реализации инвестпроектов по созданию и реконструкции ряда гидроэлектростанций, в частности, в Могилевской области и в Кроднинской области. То есть, наше сотрудничество активно, и оно охватывает достаточно много сфер. Андрей Михайлович, большое спасибо за интервью. Спасибо вам. С нами в студии был начальник управления Азии, Австралии, океанами в Беларуси, Андрей Гринкевич. Во времена СССР индийские фильмы собирали полные залы, любовь, яркие одежды, пластичные танцы. Жизнь по ту сторону экрана для советского зрителя была словно экзотическая сказка. Сегодня на смену были воду, пришли другие увлечения. Поза лотоса, крокодила, вытянутого треугольника или стойка на голове с одной ногой. Многие белорусы вместо тренажерных залов и занятий аэробикой выбирают йогу. Она не только поддерживает здоровье, но и лечит от серьезных заболеваний. Хорошая физическая форма напрямую зависит и от правильного питания, а основы индийской кухни – это рис, овощи и ароматные специи. Почему индийская культура так глубоко проникла в белорусское сознание? В репортаже Влада Корницкой. Людмила Хатулева точно знает, как попасть из Минска в Болливуд. Индийский танец для нее уже несколько лет не просто увлечение. Основы начала изучать еще в Москве и Санкт-Петербурге, а продолжила у лучших преподавателей в Индии. Есть танцы, которые рассказывают о какой-то сюжетной истории. Этот же танец имеет общий смысл. То есть есть танец, который, ну, например, приветствует цветами. То есть в начале любого концерта идет танец, где исполнитель приветствует зрителя, приветствует Бога, приветствует музыкантов и высыпает на сцене цветы, рассыпает. Все начинается с пластичных движений рук, ног и головы. Особое внимание к мимике лица. Прорабатывается каждое движение глаз и бровей. А потом каждый элемент объединяется в единый танец. Сюжетный классический танец, он направлен на то, чтобы зритель, который смотрит этот сюжет, чтобы он нашел в нем какое-то решение своих внутренних вопросов, своих проблем. Ну, в общем-то, то, что дает нам не просто психология, а то, что дает нам йога, восточная философия. В традиционном костюме скрыт особый смысл. Для репетиций скромная сари чуть выше или ниже колены, а для сцены поистине царские наряды. Богатая сари, юбка со складками или просторные штаны – все из натурального шелка и расшито украшениями, которые не только красивы, но и защищают танцовщицу от сглаза. Сверху идем, вот смотрите, сверху идет наша голова. Вот одно идет место. Вот второе идет, второе – горловая. Вот идет там, где сердечное идет, если еще одеть, будет солнечное сплетение. Есть еще длиннее украшения, доходят до пояса. Потом идет пояс. В Индии талант-танцовщицы сравнивают с талантом йогов. Каждая поза отрабатывается с геометрической точностью. Совершенство достигает многочасовыми тренировками. Некоторые специалисты даже утверждают, что индийский классический танец – это одна из форм йоги. Дмитрий Чурило – белорусский бизнесмен. Йогой занимается уже два года. Сначала практиковал дома, проблемы с позвоночником заставили. Вначале это было состояние позвоночника. Потом это был интерес к вообще, что она может дать вообще в жизни. Ну и йога является таким пространством бесконечным, в котором можно бесконечно совершенствоваться, находить новые и новые вещи, неизвестные до этого. В первую очередь способность сопротивляться жизненным неудачам, потому что йога учит стойкости и терпению. Со временем понял самостоятельно постичь даже азы не под силу, поэтому пришел к специалистам. Благодаря физическим упражнениям йоги тело становится более упругим, многие болезни уходят и появляется чувство внутренней гармонии. Позы в йоге называют асанами, в переводе с санскрита – почитание тела. Проще говоря, это физические упражнения в сочетании с правильным дыханием. Растительная пища – основа питания народов Индии, и большинство йогов – вегетарианцы. Рис, кукуруза, дал, горох, чечевица и овощи – основа меню индийской кухни. Мы находимся в индийском ресторане для белорусов. Основные его посетители – это наши соотечественники, хотя иногда сюда заезжают и иностранцы. Для нас повар приготовил индийское традиционное блюдо, называется курица карри. Использовал почти 10 специй, и все это готовилось буквально 15-20 минут. Индийская национальная кухня очень острая, использует много чеснока и перца. А самая популярная приправа – карри, основа многих соусов. Дали Птиньял вкус национальных блюд своей страны открыл белорусам 5 лет назад. Появились постоянные клиенты, которых всегда есть чем удивить. Индия – страна множества религий, ярких красок, ароматных специй, солнца, улыбок и любви. И если раньше мы переносились в эту сказку благодаря кино, то сегодня 5000 километров, которые разделяют наши страны, – не преграда. Нужна только виза, билет на самолет, и ваша мечта станет реальностью. Влада Корницкая, Юрий Тихонович, Виктор Борисов, агентство теленовостей. Индия – страна с растущим населением и экономическим потенциалом. Сегодня большое количество рабочих рук, а это почти 520 миллионов человек, занятые в сельском хозяйстве. Однако основным источником экономического роста Индии стал сектор услуг. В каких направлениях сотрудничество Беларуси и Индии станет наиболее эффективным и прибыльным в ближайшие годы, чем Беларусь интересен индийский рынок, спросим у гостя нашей студии, политолога, заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича. Владимир Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что к нам пришли. В каких направлениях пойдет сотрудничество Беларуси и Индии? Ну, вы знаете, хорошо известный факт, что сегодня Индия одна из тех стран, которая наиболее динамично развивается в экономическом смысле. Сегодня наряду с Китаем, наряду с Бразилией, некоторыми другими государствами, Индия является локомотивом с точки зрения динамики экономического роста в глобальном смысле, не только в региональном, а в глобальном. И, конечно, для нас это всегда очень важный и интересный партнер. Действительно возникает вопрос. Такая большая Индия, где больше миллиарда, миллиард двести населения, и маленькая Беларусь, где всего десять миллионов населения. Казалось бы, очень трудно найти какие-то точки сопряжения. Тем не менее, мы хорошо знаем, что у нас сотрудничество развивается достаточно успешно. И есть целое направление, которое уже не один год мы развиваем совместно. Но я бы заметил, знаете, для начала то, что связывает Беларусь и Индия, это общая, так и скажем, общая политическая платформа, если хотите. Индия в свое время была одним из самых активных, и сегодня остается, членов движения неприсоединения. Знаете, что с 98-го года Беларусь тоже является членом движения неприсоединения. И взгляды на вот эту международную общую большую повестку дня у Беларуси и Индии фактически одинаковые. Индия становится ближе. Одна из целей этой страны это интеграция с таможенным союзом. 170 миллионов человек, рынок достаточно большой в нашем понимании на евразийском пространстве. И вот какой интерес Индии к таможенному союзу и отдельно к нашей стране? Я думаю, что Индия очень хорошо понимает, что таможенный союз в том виде, в котором он сегодня формируется, это очень ценный и важный партнер. И с точки зрения использования сырья, которым обладает таможенный союз сегодня, и емкостью рынка для индийской продукции, и в целом для кооперации. Этот большой формат, который мы сегодня строим, он во многом может помочь Индии выйти на те рубежи, которые ставит правительство Индии перед собой. То есть не только добиться высокой динамики экономического роста, но и обеспечить благосостояние своих граждан, обеспечить устойчивое развитие индийской государственности, индийской экономики и индийского общества. И мы, конечно, как таможенный союз, очень интересный партнер. Если взять в целом азиатский регион, действительно он может вырвать в ближайшие годы лидерство у США? Вы знаете, по мнению многих ученых и экспертов, это лидерство уже вырвано именно этим регионом. С точки зрения динамики развития, может быть, с точки зрения, я бы сказал, того потенциала, которым сегодня обладают эти страны. Ну, посмотрите, Китай – это глобальный игрок, Индия – это глобальный игрок, а какие еще крупные страны? Индонезия на сегодняшний день обладает высокой динамикой развития, является штаб-квартирой ОСИАН, тоже претендует на роль регионального лидера. Емкость рынка большая, динамика экономического роста большая, полезные ископаемые есть, географические преимущества есть. Поэтому, если посмотреть вообще, заглянуть, попытаться в будущее, этот регион сегодня, можно сказать, становится, а во многом уже стал локалативом экономического роста в глобальном формате. Владимир Евгеньевич, спасибо большое за интервью. В моем студии был политолог, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Индийский философ и политический деятель Махадма Ганди говорил, принцип око-за око сделать весь мир слепым. Будьте мудрыми и более терпимыми к друг другу и происходящим событиям. В эфире «Беларусь-24» была программа «Реальная дипломатия». Встретимся в это же время, через две недели. Смотрите нас и на сайте беларусь24.byu.y. В студии была Ольга Куришко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин